Уважаемый Вячеслав Викторович, я о неповинных Натальи Владимировна. Обращаюсь к вам от лица обманутых дольщиков с просьбой обратить ваше внимание на нашу проблему и способствовать в решении сложной и сложившейся ситуации. Мы являемся потерпевшими по уголовному делу, возбужденному в отношении директора ООО «Саратовжилстрой» Хвана Владимира Николаевича по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ по факту мошеннических действий в отношении 36 дольщиков жилого дома по адресу город Саратов, Ленинский район, 2-й Одесский проезд. В июне 2017 года мы коллективно обратились через агентство «Взгляд.Инфо» к генеральному прокурору Саратовской области Филипенко Сергею Владимировичу и президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу с просьбой в решение нашей проблемы. Поскольку квартиры находились в залоге у банка ЗАО «АКБ Век», на тот момент являющегося банкротом, и залоговый кредитор выдвигал требования о продаже наших квартир. После данного обращения, с момента которого прошло уже более трех лет, проблема частично решается. 15 квартир выведены из залога, 18 потерпевших ждут выплату компенсации, но не в полном объеме, а только в сумме залога. При этом срок выплат неоднократно переносился, и на последнем собрании по обманутым дольщикам в правительстве Саратовской области был обозначен на 15 сентября 2020 года. Однако по трем квартирам, потерпевшие неповинных Александр Васильевич, неповинных Надежда Александровна, Ефимова Юлия Сергеевна, Хачтурян Григорий Хачкович, проблема остается до сих пор нелишенной и, более того, удручающей. Дело все в том, что Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области уже в третий раз дает нам отказ во включении в региональный реестр пострадавших граждан, связывая свое решение с тем, что, цитирую, статус заявителей не соответствует требованиям абзаца 3 части 1.2 ст. 5.1 закона Саратовской области от 2 августа 2012 года номер 122 ЗСО о защите права на жилище участников строительства многоквартирных домов на территории Саратовской области. Одним словом, отказ Министерства строительства ЖКХ Саратовской области связан с отсутствием у нас полной оплаты за квартиру. Но полная оплата у нас отсутствует по причине того, что на определенном этапе строительства мы узнали о том, что наша квартира является предметом залога в ЗАО АКБ ВЕК, являющегося банкротом, и прекратили внесение денежных средств. Таким образом, начиная с 2015 года, мы ежедневно боремся за права на наши квартиры, однако в настоящее время залоговый кредитор ЗАО АКБ ВЕК вновь обещает продать наши три квартиры в связи с тем, что мы не включены в региональный реестр пострадавших граждан. За последние два года на постоянных собраниях в Министерстве строительства ЖКХ Саратовской области нас обнадеживали на положительный исход в решении нашей проблемы. Обещали нам, что инвестор также выплатит нам компенсации. Однако в конце августа текущего года мы узнали, что инвестору под наши три квартиры город выделил для строительства участок заброшенной земли, который требует определенных затрат от муниципалитета города на очистку от мусора и сноса старых нежилых построек. Ввиду этого инвестор не может выплатить нам компенсации. Получается абсурдная ситуация. Официально мы признаны потерпевшими и не можем реализовать свое право. Таким образом, хочу подчеркнуть, что Министерство строительства ЖКХ Саратовской области бездействует в отношении нашей проблемы, абсолютно не решает сложившуюся ситуацию, дает нам отказы на включение в региональный реестр пострадавших граждан и открыто заявляет, мы не знаем, как вам помочь. Уважаемый Вячеслав Викторович, мы убедительно просим вас взять нашу ситуацию на контроль, способствовать решению нашей проблемы. По нашему Дому на еженедельных пятничных собраниях обманутых дольщиков в правительстве Саратовской области отчитываются о стопроцентной готовности по данному объекту и начале выплат компенсации дольщикам. Однако никто не говорит о проблеме трех дольщиков, не включенных в региональный реестр по решению Министерства строительства ЖКХ Саратовской области, и чьи квартиры могут быть проданы залоговым кредиторам. Пожалуйста, очень просим вас, возьмите нашу ситуацию на контроль.